О, Ополченца и Грю, который... Никита, привет! Нет, нет, такое ощущение. Ну, мало, мало, спасибо большое, что ты мне... Мама, да. Мама уже звонила в наше правительство много раз. Мама узнала, потому что наше правительство много звонила. Мама вчера. Ну, конечно, переживайте. Народ, который поддерживает меня, без этого я не представляю, как это было бы. Ну, самое главное, что врач и медсестры здесь просто замечательные. Я получаю здесь улучшение. Такий уровень, это просто великолепный. И я тоже, ну, Ополчен, общалась с ним. Ополчен, который тоже ранен, который в состоянии очень хуже. Я не считаю в себе сильно ранен, потому что вот скан, но я должен... Такие осколки, это убрал. Но я должен скоро... Вы здоровы, в принципе. Нет причины, что я не буду скоро полностью здоров. Но есть Ополчен здесь, который... Мое хуже состояние, я общалась с ним. И, конечно, поддерживаю друг друга. И вот, так коллектив, так товарищ, тоже много журналистов здесь. Мои товарищи здесь приехали, чтобы снимать и тоже поддерживать. Тоже привезли этого. Как фрукты и чай, это очень здорово. У девушки, вот, настроение хорошее. Так хочу еще работать. Хочу, ну, идти в больницу. Я не сказал, что это не дело здесь. Но хочу поменьше чуть-чуть, конечно. И, ну, возвращаться на работу, конечно. Но когда я буду на передовой, еще хочу, что скоро. Но, конечно, там нужно бегать. Но, может быть, не как нужно лезть на визри, как я вчера делал. Это, может быть, самое экстремальное действие моей Кореи. И, может быть, я уже так много записывал. Уже много так возвышал войну действий. Я чувствую, что я могу все сделать на место, на зоне войны. Но это, конечно, не так. Это очень опасное место. И что я выступил вчера, это слишком, это слишком опаснее, что я делал и я. Ну, а сейчас узнал, что там дальше будет идти просто. Узнал, что вчера, как я ошибался, вчера, чтоб лезть под пыль за визри. Это, конечно, без каждый кусочек совет. Ну, я хотел интересные кадры снимать. Хотел горячие интересные кадры снимать. Но уже снимал, честно. Уже снимал. До этого был так стрелять или как этого. Это конца, конечно, не нужен, потому что сейчас мне нужно лечение. Нужно здесь лежить за время. Ну, так считаю, что скоро будут готовы возвращаться на работу, а потом на передовой. Ну, в следующий раз будет там более аккуратней. Ну, вот. В принципе, это не меняется план. Я буду здесь продолжать работать. А я тоже не считаю это. Несколько мне расскажут, что это нападение на журналистов и как этого. Я, конечно, мое ощущение на украинской стороне. Это, наверное, известно. Всем знаю, как я считаю украинские войска, их действия, чтобы они стрелали и убивали. Украинские войны. Гражданские тоже убивали журналистов. Но я не считаю, что вчера было нападение против журналистов. Это просто я сам, когда я назовем войну, много так спросили, почему ты не убиваешь пресс. Ну, не хочу просто, не хочу. Просто это один, который я знаю, что пресс это очень виден из-за снайпа. И второе, так считаю, что украинские снайпы все равно, все пофиг, если они убивают журналисты или ополчен. А тоже, если я одеваю это, так это, ну, синие, это, ну, получить внимание за это место. Я одеваюсь в форме, я нормально относюсь к этому. Есть много, которые расскажут, что это значит, что ты компотент, это никак. Я всегда без оружия, всегда только с фотоаппарат. Вот этого. Ну, я так считаю, что вчера, что произошло, это зона войны, конечно. И так бывает, там украинские обстрелы, арт-обстрелы. А что бы не обстрел, не знаю, если миномет или пулемет, не знаю. Было бы не очень больше узнать об этом. Ну, чувствую себя очень повезло, что бы, ну, потому что здесь ополчен. Ну, я тридцать пятый, уже в росли парень. Реджи вчера не, наверное, вел себя, как очень в росли, бегал-бегал под визри. Потому что, так, когда я на месте, это очень, я скажу честно, это очень волнование, когда ты на войне на месте, как журналист. Потому что каждый кадр, это интересно, что визри это интересно, стрелает это интересно. А ты хочешь бегать, бегать, все снимать. Ну, это, конечно, это не theme park. Это не, ну, это реально опасно. Реально опасно. Я вчера чувствовал себя, первый раз это война, как реальное, ну, ранение, для меня реальное ранение. И сегодня я как и узнаю, что будет дальше, как я должен вести себя визор на войну. Ну, конечно, еще хочу это горячие кадры, еще хочу это самые горячие, самые интересные кадры. Но я сам не должен быть, как это, звезда этой кадры. Потому что это, конечно, это одного, ну, я сейчас история, это, ну, за журналист, это, конечно, не должна быть. Ведь я должен снимать историю, не должен быть историю. Ну, хочу сказать очень большое спасибо за те людей, за оплачение, мой товарищ здесь. И врач, медицинская, очень хорошо меня заботит. Я учил так давно за третий год. Один врач сейчас. Серьезно. Я исполняю обязанности главного врача на данный момент по госпиталю. С ГРЭМом мы занимаемся дополнительными методами лечения. У нас используются эфирентные методы лечения довольно широко в нашем госпитале. Такие, как внутрисосудистое лазерное облучение крови, внутрисосудистое ультрафиолетовое облучение крови, внутривенная озонотерапия, промывание раны зонированным раствором, ну, и прочее, что довольно результативно и значительно сокращает пребывание больных на койке наших раненых и пострадавших. Вот с ГРЭМом для профилактики развития инфекционного процесса мы начали с вчерашнего дня заниматься ультрафиолетовым облучением крови, внутрисосудистым. Ему понравилось, говорит, все хорошо. Мне не нужно просто сегодня разобраться об этом. Как я могу в будущем снимать еще, как самые горячие кадры, но они получат такие ванны. Я прошу прощения, я к нему не пробьюсь сегодня. Дайте, хоть и вену пунктирую, десять минут. Хорошо, хорошо. Не знаю, мне удобнее, чтобы говорить, потому что я знаю, два месяца назад я снимал врачи и медсестра, которые работали без оплат. Я очень хочу, чтобы здесь, ну, врачи и медсестра получат, что они заслуживают. Но что они заслуживают, это, конечно, миллион миллионов, это даже не могу оценить этого. Но я просто очень хочу, чтобы здесь собередовый пара яркий, так и хороший профессионал, потому что всем, конечно, в мире говорит по поводу нашей системы, вот, больницы, госпитала, NHS, National Health Service. Но здесь уровень улучшения для меня самый лучший даже в жизни. Это просто для меня такие, такие просто шедевры, как они настроены, хорошие, потому что так много здесь людей, очень много здесь людей, ополчен, которые ранены, гражданские, которые ранены. Они могут работать каждые сутки, я знаю, без перерывов. Но они настроены, еще положительные, они еще, как действительно, как достойные, искренние врачи и медсестры, которые, так что, действительно, заботят про них пациент. Это для меня, конечно, я сейчас на этой стране, я уже, как журналист, много раз снимал. Мне повезло, ко счастью, есть очень много, которые не так повезло, как мне. Девушка Соня, которая вчера, я был вместе с ней, она сказала, что и плохо инстинкт, что это будет происходить, вот, вчера. Она плакала, когда я, потому что, ну, это моя девушка. Мы провели очень приятное время вместе на воскресенье. Гулал, так было на вечеринке. Мы смотрели кино, Сонечка захотела посмотреть кино, вкусненько. Мы сделали это на воскресенье. Я обнимался, и на понедельник Сонечка захотел, что я должен так спокойно отдыхать, еще посмотреть кино. И эта командировка должна быть на восемь часам. Но это было, ну, меняется время. Попозже это было Сонечка. Сонечка рассказывал, что, наверное, это не будет сегодня. Сегодня ты можешь просто отдыхать, это аннулировать уже, это не во силу, вот. Но получится, что это было просто чуть-чуть позже. Я там приехал, вот такие случаи. А так это бывало. Но я помню свое Сонечко, когда я ехал. Она плакала, и я так и узнала, что это будет. Я, честно, я знал, что это будет. Я сам знал. Я не знал, что это будет, но я знал, когда я посмотрел свое Сонечко, она плакала. Через пепельницу это будет. Ну, хорошо. Я просто, я сейчас уже так съемки, я здесь. Ну, лови, я фарашка.